В эфире программа подробностей. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях заместитель и руководитель управления Федеральной темнопольной службы Паризанской области Владимир Луканцов. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, первый вопрос. Какие изменения в вашей деятельности произошли в этом году? В этом году 2016 год для нас ознаменован большими изменениями в тех сферах, в которые входит наша компетенция. Это антимонопольное законодательство, законодательство о контрактной системе, законодательство о рекламе. Год для нас, как и предыдущий, тоже юбилейный. В прошлом году мы отметили 25-летие антимонопольных органов в стране. В этом году мы отмечаем 25-летие создания территориальных антимонопольных органов. И в этот год мы начали его с того, что вступил в силу четвертый антимонопольный пакет, который существенным образом изменил антимонопольное регулирование в нашей стране. И ряд новаций этого законодательства мне хотелось бы осветить, может быть, не только в этой программе, но и встретиться еще с вами и доложить нашим телезрителям о том, какие полномочия новые появились у антимонопольных органов. Но сегодня мне хотелось бы поговорить о такой новой процедуре для нас, о новых полномочиях, как рассмотрение жалоб в сфере строительства. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, какова процедура обращения участников рынка на неправомерные, незаконные действия органов власти в сфере строительства? Да, утверждена и существует довольно давно дорожная карта, план мероприятий в сфере строительства, направленная на совершенствование градостроительной деятельности. И цель этого плана мероприятий – существенное снижение, а в идеале даже избавление от излишних административных барьеров в этой сфере. В этой связи, и это введено четвертым антимонопольным пакетом, антимонопольному органу предоставлена полномочия по очень короткой процедуре, в течение семи дней рассматривать жалобы участников рынка строительства на неправомерные действия органов власти, местного самоуправления и сетевых организаций, то есть естественных монополистов, связанных со строительством. О чем идет речь? Дело в том, что по становлению правительства Российской Федерации номер 403 утвержден исчерпывающий перечень процедур, которые осуществляют органы власти и сетевые организации при строительстве или реконструкции объектов. Их всего 134 процедуры. Причем Минстрой России ведет специальный реестр, где описано содержание каждой процедуры, с какими документами должен обратиться заявитель, как эта процедура проводится, что получается на выходе, когда она приостанавливается, когда отказывается. Все очень детально регламентировано, все это есть на сайте Минстрой.рф в разделе «Жилищная политика». Так вот, зачастую органы власти или местного самоуправления, так показывает практика в нашей стране, нарушают сроки проведения этих процедур, либо требуют дополнительного проведения каких-либо процедур. То есть налагают на участников строительного рынка какие-то дополнительные обязанности. Подобным же отличаются, есть такая практика, и сетевые организации. Это организации в сфере энергоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения. Поэтому было принято решение, вот эти все административные процедуры, которые они осуществляют, все свои действия, собрать в одном постановлении правительства, которое я упомянул. Оно принято в развитии положения градостроительного кодекса. А контроль за рассмотрением жалоб за их нарушения возложить на антимонопольные органы. И в рамках нашей деятельности мы сформировали уже в нашем управлении две комиссии, которые находятся в готовности и готовы рассматривать жалобы от участников рынка. Повторяю, здесь речь идет только о профессиональных участниках, только о организациях и индивидуальных предпринимателях. На те действия органов власти и местного самоуправления, которые противоречат этим нормативным документам. С какими случаями вы уже столкнулись? Может быть, пару примеров, чтобы зрители понимали, какие нарушения могут быть в этой сфере? Для нас отрадно весьма то, что обращений по этой процедуре, на нарушение административных процедур органами власти, местного самоуправления и системы организаций в наш адрес еще не поступало. С одной стороны, это хорошо. Но с другой стороны, мы, например, на мартовском заседании регионального правительства, на одном из заседаний, отмечалось, что по темпам строительства в городе Рязани мы превысили те темпы, которые были еще в советские времена. То есть, и по той информации, которая поступает нам в последнее время, например, от участников рынка риэлторских услуг, мы видим, что рынок оживает. И рынок строительства, есть такое мнение, дай бог, чтобы это было правдой, он пережил эти сложные времена и даже несколько оживает, несколько растет. Соответственно, если идет такое активное строительство, то можно предположить, но крайне маловероятно, что все идет всегда без сучка и задоринки. И мы полагаем, что отсутствие обращений, оно в значительной степени связано с тем, что не все участники рынка знают о том, что есть такой эффективный способ очень быстро, в течение семидневной короткой процедуры, обратившись в антимонопольный орган, защитить свои права от неправомерных действий чиновников, региональных чиновников, муниципальных чиновников, либо от действий естественных монополистов. Как происходят первые шаги обращения участника рынка, который пострадал от неправомерных действий со стороны власти? Первые шаги. Мы должны обратиться к вам, прийти в управление, либо это онлайн можно сделать, в интернете? Нет, в письменном виде необходимо направить в наш адрес жалобу. И с того дня, как только она поступит к нам, по итогам семи дней мы должны уже вынести решение. Провести заседание комиссии и принять решение, его огласить. Далее нам законодатель дает три дня на то, чтобы его изготовить, и все. И процедура наша фактически заканчивается. В решении констатируется факт нарушения, либо отсутствие его, то есть обоснована жалоба или нет. А обязательное для исполнения предписание, оно на то и является обязательным для исполнения, что должно быть либо исполнено этим лицом, либо обжаловано в суд, если он полагает, что оно незаконно. Какова административная ответственность за такие правонарушения? Тем же четвертым антимонопольным пакетом введена административная ответственность. Введена новая статья в Кодексе об административных правонарушениях, статья 14.9.1. Она устанавливает ответственность для должностных лиц, органов власти, местного самоуправления за первое нарушение от 3 до 5 тысяч рублей, за повторное, то есть в течение года нарушение от 30 до 50 тысяч рублей, либо дисквалификацию на срок до 2 лет. Вот это очень важный инструмент, он все больше и больше появляется в нашей практике, когда при повторном нарушении мы вправе возбудить дело об административном правонарушении и направить его в суд для того, чтобы суд уже принял возможное решение о дисквалификации, о запрете фактически занимать должности, определенные должности на тот срок, который указан в Кодексе. В данном случае 2 года. То же самое и применительно к действиям сетевых организаций, естественных монополистов. У нас за первое нарушение предусмотрено этой статьей Кодекса от 10 до 40 тысяч, а повторное нарушение уже может быть дисквалификация руководителя, либо должностного лица этого предприятия, естественного монополиста, на срок до 3 лет. Соответственно, и само предприятие тоже подлежит ответственности за повторное нарушение штраф от 600 тысяч до миллиона рублей. Мы считаем, что это действенные меры, и многие горячие головы может остудить введение такой нормы. Владимир Владимирович, помимо строительства, какие сейчас наиболее актуальные проблемы, нарушения, с которыми Вы сталкиваетесь? Нарушения по всему спектру, которые входят в компетенции антимонопольных органов. И у нас сейчас порядка 20 заявлений на рассмотрение только находятся в отношении монополистов, в том числе и статья 10 закона о защите конкуренции, которая устанавливается запрет на злоупотребление доминирующим положением. У нас довольно много нарушений в сфере рекламы. 30 мая мы будем проводить общественно-консультативный совет, потому что нас беспокоит ситуация, связанная с тем, что реклама на троллейбусах выглядит подобным образом, когда окна на троллейбусах заклеены рекламой. Есть мнение такое, что возможно это противоречит закону рекламе. Это мы обсудим на экспертном совете по рекламе, который пройдет у нас 30 мая. Ежедневно рассматриваем множество жалоб, по несколько жалоб в день на нарушение законодательства о контрактной системе. У меня есть предложение такое остановиться, может быть, на таких наиболее типичных нарушениях в каждой из сфер, может быть, при дальнейшем нашем общении с вами. Спасибо вам за беседу. Я телезрителям напомню, что в гостях у нас сегодня был заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы Паризанской области Владимир Луканцов. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.